Максим Янгиров, герой нашей рубрики «Слыхали на Урале». Она посвящена 75-летию Уральского электрохимического комбината и 70-летию города. В этой рубрике мы рассказываем о работниках и ветеранах Уральского электрохимического комбината, которые являются не только профессионалами своего дела, но и людьми увлеченными. Накануне с Максимом пообщалась моя коллега Юлия Балдина. Любовь к путешествиям у Максима Янгирова с детства. Но активно он стал путешествовать последние три года. Максим покорил Алтай, Северный Урал, зимой ходил в лыжный поход на перевал Дятлова, а летом на плато Мань-Пупунер – одно из семи чудес России. Также побывал он и за полярным кругом на плато Путарана. Первые поездки были с женой на горнолыжные курорты в Шерегеш. В 2021 году у нас было первое такое многодневное путешествие пешее с большими рюкзаками за спиной на Алтай к подножию горы Белуха. Что вы черпаете в путешествиях? То есть вдохновение, вы отдыхаете, восстанавливаетесь? Может, какие-то мысли, идеи? В первую очередь путешествия. Ну, под путешествиями я лично больше подразумеваю пешие походы на природе где-то, то есть не по городам. И самое главное – это психологический отдых. То есть мозги отключаются полностью в походе от всех проблем, про работу, заботу, про жизнь, проблемы какой-то еще. Еще голова проветривается, тело в тонусе, настроение прекрасное и наслаждаешься природой и красотой окружающей. Урал – загадочная и многоликая земля, полная тайн и удивительных мест. Путешествовать по нашей родной земле – значит открывать новые горизонты, изучать историю родного края и тех мест, где ты родился и вырос. Много своих легенд, начиная от демидовских времен, что тут где по нашим даже лесам было, какие тут истории, приключения, божевские сказы. Только можно посчитать, сколько там всего интересного и загадочного. И да, батька Урал, старик Урал, то есть тут много всего загадочного. Куда вы хотели бы вернуться еще раз? Пока что у меня не такой большой опыт в путешествиях, чтобы вот прям в какое-то место хотелось бы еще раз вернуться. Скорее хочется посещать дальше новые места. А вернуться больше хочется всегда домой, чтобы готовиться к новым приключениям. Какие места вы посоветуете жителям города для посещения здесь в окрестностях? Мы с вами живем в очень интересных и красивых местах. Не зря называют наш город Уральской Швейцарией. Вокруг города уже созданы маршруты. Есть Ненашевская тропа, есть Васильховая тропа. Очень красивые, то есть со скалами, с какими-то отличными видами на город. Плюс я очень рекомендую всем жителям ходить в походы, которые организует городской турклуб «Кедр». Очень много узнаете о истории, там краеведы рассказывают про историю, про что где происходило. Плюс посмотрите новые места, в которых вы сами наверняка даже не были, они находятся буквально вот под боком. И правда, в удивительном месте мы живем. И как замечательно открывать, казалось бы, в давно знакомом городе новые места и маршруты. Юлия Балдина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.